Юлия Керимова скажите пожалуйста как вы понимаете подход к картине и наброску в плане стиля есть ли разница в чем я сейчас не про законченность как произведение искусства это понятно что этюд или набросок может быть гениален как и картина мне очень интересен подход стоит ли например набросок прорабатывать с фоном или это лишнее для него и нужен для определенной стиле подход если фон решить с фигурой то будет это уже картины или наброскам если такое какое-то правило или скорее эстетика в этом нелегком для меня деле различить работу над портретом и наброскам для примера юля мне кажется делать нужно по-разному и с фоном и без фона и стильно ну то есть создавать стиль и без него но в основе лежит точность формы правильность о чем мы с вами говорили на классах по наброскам тоже правильность сочетания различных объемов по отношению друг другу в пространстве если голова повернута значит к там грудной клетки вот этот поворот из лицевой части боковой нужно вылепить построить его а уж как там это ли не будет или это сильнее это уже второй второй момент построение фигуры самое важное если с формой в пространстве все в порядке то мы работаем творчески и тут ну любые стили хороши главное начинается следующий этап ты чувствуешь форму в пространстве как скульптор и ты начинаешь думать как это какими способами тебе интересными вот сейчас это выразить и материалы можно разные приносить это карандашом хочется поработать то акварели то темпере то гуашью то маслом каждый материал требует какой-то подготовки и просто предварительно нужно понять вот над чем я каким способом я сейчас буду это выражать то есть я к тому что мы исследователи в этом деле художник-творец он сочиняет он все время сочинять что-то новое я хочу на это настроить мне как вы видите очень нравится некоторые незаконченность в работе и это может быть и большой работой кстати где просто белый холст оставлен или какие-то куски белого работают в этом есть композиционная выразительность мне нравится это это от вас зависит вы можете все прокрытие нет не обязательно вообще можно сделать имприматуру на весь лист и на ведь или на весь хост и потом любого цвета стать и потом в нем начинать сочинять тогда имприматура будет связывать все ну ты же закрасил например одним цветом или какими-то кусками то есть набросок какой-то хаос и в нем потом сделать вот эти десять минут посвятить тому что вы находите игру какую-то мозаичную игру этих пятен которые вы тут построить в этом хаосе это бесконечная игра композиционные решения и именно это захватывает и ты ждешь этих суббот там набросков когда ты сможешь еще что-то новое найти и потом мне лично интересно глядя на модель на фигуру это не обязательно кстати на набросках просто в жизни представить что это знак свет и тень форма в пространстве как иероглиф как новый какой-то иероглиф вообще можно прицелиться и одним движением не отрывая кисти прочертить какую-то линию чтобы она была вот как в иероглифе знаете проскоки такие но в общем это такой живой какой-то организм который один раз только он может быть и в единственном в мире экземпляре если другой раз художник проведет по другому будет линия надавливание разные мину стоит ли делать на пленэре набросок карандашом а после закладывать цветовые отношения до легче поймать композицию и не допустить ошибки однако слышал мнение что для качественного обучения лучше начинать сразу с пятен и цвета так быстрее развивается глазомер и виднее композиции спасибо вы знаете так и так можно и я тоже по-разному всегда делаю это зависит от настроения от сложности мотива и если это вообще можно какую-то я не знаю рамочку сделать на на бумаге да ну дырку прорезать здесь вот и и как виде видоискатель такой это поможет скомпоновать ближе дальше к себе скомпоновать мотив который вы пишете но главное не срисовывать его буквально просто эта компоновка поможет разобраться в перспективе закомпоновать линию горизонта низко на высоко где-то там ближе к середине и можно кистью или карандашом или я не знаю пастелью наметить основные пятна и потом все равно они закрасятся да но это нужно для того чтобы было ощущение пространства создать примерное соотношение пятен в этой композиции понимаете если мы точно все отрисуем как акварелисты до делать карандашный рисунок потом начинают раскрашивать можно превратиться в такого в раскрасщика как детские книжки такие продаются раскраски там контуром все нарисовано и ребенок только цветом заполняет вот это сдерживает контур сдерживает и не можешь выйти за его пределы а мне нравится выходить за пределы контура как тут быть важно в общем чтобы мы не превратились в этих раскрашивальщиков поэтому предварительный рисунок может быть очень простой пятна набросаны как как бы тропинки по которым ты ходишь и еще важный момент распускать глаз так чтобы широко смотреть шире чем чем обычно то есть и слева и справа как будто широкоугольным объективом такой широкий угол зрения позволяет держать все объекты мотивов здесь в мозгу и укладывая эту конструкцию в холсте конечно развиваешь глазомер безусловно в общем пробуйте и так и так все полезно александр сухоруков а как вы думаете почему людям далеким от искусства нравится нравится больше сладкая живопись типа некого никоса или эпоха возрождения где все зализано а те кто интересуется живописью тем чаще по душе фиашин коровин и блохин я специально делал портрет именно гладеньким и тогда наивысшей оценкой было как фотография но почему людям далеким от искусства нравится больше сладки сладкая живопись типа никоса ну потому что они далеки от искусства разбираться в искусстве не так просто как мне представляется то очень много нужно знать много музеев поисходить пешком километры сотни километров около карстины и времени провести не просто сидя там у телевизора или у компьютера это какие-то размышления разговоры это листание книг углубленное изучение это исследование в конечном счете все начинается с вопроса зачем я живу и что это передо мной картинка какая-то что это такое для чего это вообще мне я могу пойти просто посмотреть на закат и это тоже не меньше сила не меньше искусства просто смотреть на закат солнце которое садится в море потому что это же твое видение твое участие в том что происходит ты видишь ты сопереживаешь ты чувствуешь иначе глубоко если не чувствуешь ты не будешь смотреть на заказах вот мне тут огород еще не вскопан подумаешь соловей поет слышали мы всяких соловьев подумаешь там бато что-то написал кто-то недавно нашли гения да все это было написано какая глупость такое сказать да такой может сказать человек который далекий далек от искусства ну и хорошо далек и далек но зашел случайно дверью ошибся но ошибся и ошибся пойдет дальше искать другое пусть они едят сладкое конце концов настанет время знаете как я был как-то на фабрике где торты делают конфеты как-то называется не помню на но в черемушках женщины его торты все это пакует красивый в белых халатах и я спросил я к одной подошел и говорю вы наверное никогда никогда вообще эти торты не едите никак нет мы предпочитаем селедочку и что огурчик зелененький но солененький огурчик то есть компенсация происходит или клоуны например они все время смеются ха 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 на арене церкви но потом они очень замкнуты и такие вот компенсации обратное маятник качнулся в сторону ха 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 и им нужно побыть в противоположном состоянии просто уже все это а так и здесь но сладеньким они обкушаются вот этим перечисленным человеком а потом посмотрит может быть на другое и возникнет интерес а что такое за коровин что это за мазки такие хаос какой-то все не лепится но кто-то может быть почувствует внутри тепло интерес интерес приведет к к размышлениям и глядишь не нравилось петрушка например мне не кинза не нравилось ну а потом полюбил приходит просто все в изменении так что спасибо большое заходите в школу онлайн ссылки под каждым видео скидка есть 10 процентов предлагаю вам 44 урок в моей онлайн школе обнаженная темперой главное в этом уроке научиться структурно мыслить поэтому сначала мы разбираем структуру фигуры в пространстве положение ее всех частей по отношению друг к другу и как это все закомпоновать и выстроить на плоскости листа бумаги есть грудная клетка на которую потом красота наложена на нее чтобы она прочитывалась поняв структуру мы начинаем работать красками цветом мы начинаем лепить форму разделяя ее на свет и тень в этом видео вы увидите приемы которые позволят вам работать с формой с любой формы не только обнаженной любым абсолютно материалом маслом акварелью неважно чем такой структурный подход в живописи дает ощущение легкости в работе и отсутствию страха перед любой моделью и еще одна деталь в этом уроке я применяю помимо темперы пастель и цветные карандаши мне очень нравится сочетание этих материалов 44 урок обнаженная удачи в живописи а а Субтитры создавал DimaTorzok